Make Jagra great again. Люди останавливаются, разглядывают, ищут фрагменты сказок. О, это, не знаю, раз здесь и дороже было. Потому я здесь жую, живу и жую, да, и жую. Нет, они были на центральном отоплении. Все, вырежем. Ну да, это мое отношение, это, ну, в принципе, моя реплика, моя интерпретация этой картины. А, ты знаешь, кто это, да? Конечно, я знаю, кто это. Всем привет, это Северодвинск в деталях. И сегодня подытожим похождения художников по стенам северодвинских домов и, конечно, о работах команды Тайбала под предварительством Ильи Кузубова. Всего больше десятка работ за этот год. Где-то во всю стену, где-то работы поменьше, но не менее впечатляющие. Благодаря этому большой такой культурный рывок сделал Северодвинск. Илья Великий. Так через 30 лет будут говорить, ну, и урок истории. Города Северодвинска, если такие будут. Ну, на самом деле, я так понимаю, что ты, твои друзья, да, вот твое увлечение прекрасным и желание сделать город красивым уже ежегодно перерастает во все большие масштабы. Сделано было очень много, на самом деле. Я тут считал больше 10 штук. То есть, если вспомнить по яграм, это сказки мира, да, библиотечная роспись, потом роспись предостережения, которая в народе называется Белки. Еще одна пятиэтажка. Потом большая роспись на Приморском 42, большая ягринская тропа. По размерам, наверное, как пятиэтажка, но форм-фактор немножко другой, поэтому там много-много разных росписей, веранды и так далее. Еще малая роспись, ну, как малая, полтора этажа. «Маленький принц» на яграх тоже история про книги и история про экологический подтекст. Там цитаты из «Экзопериев», «Встал утром рано», «Привел себя в порядок», «Приведи свою планету в порядок». Она рассчитана именно на школьников, на, в общем, на аудиторию, которая вокруг, да, там детский сад, школа, вот еще одна школа. Я почти каждый день мимо нее хожу, и мне, не знаю, мечтается, что она все-таки работает, и, может быть, кто-то задумается, да. Вот мы поддерживаем школьное лесничество, как я говорил, и в Ягровском школьном лесничестве вот в этом году уже записалось 76 человек. Понятно, что не все дойдут до конца курса, да, но, тем не менее, в прошлом году, когда я познакомился с этим лесничеством, там было человек, наверное, 10-15. Культура и экология становятся модным среди подрастающего поколения. Может быть, северодвинцы, которые будут жить здесь через 10-15 лет и станут уже взрослыми, совершеннолетними, будут совершенно другими людьми благодаря вот этому всему, и гораздо все будет более аккуратно, да. А так просто надоело жить уныло, хочется сделать немножко красиво. Мне кажется, что большое арт-кольцо такое, по Яграм оно уже сложилось, уже можно проводить экскурсию, можно добавить еще, да, вот есть вот библиороспись, прямо вот я сейчас вспоминаю сосны наши, потом белки, потом большая Ягринская тропа, потом маленький принц. Вот уже кольцо, пять росписей, и все их можно обойти за полчаса. Вот если добавить еще, немножко разнообразить тематику, да, то вот в этом пространстве уже, на самом деле, действительно какой-то туристический маршрут образовался. Уже интересно приехать не только на море, но приехать и пройти, и посмотреть, и было бы здорово, чтобы появились экскурсоводы. В Нижнем Новгороде, насколько я знаю, расцвел стрит-арт, и там проводят действительно экскурсии, то есть вот те экскурсоводы, которые раньше водили только по историческим местам, по церквям, не знаю, по Кремлю и так далее, теперь делают также экскурсии по стрит-арту. Экскурсия по стрит-арту в городе, кстати, уже появилась, и тоже не без участия сборной Тайбл. Они все это рисовали и готовили стены. Я о проекте Северодвинского краеведческого музея. Вот здесь, например, нарисованы матрос с девушками. Знаете почему? Все потому, что рядом находится улица Байчука. Раньше она называлась Краснофлотская. Здесь, на месте администрации нынешней Центра культуры и общественных мероприятий, находилась военная часть. И в дни увольнений моряки выходили в этот район и знакомились с молодыми молотовчанками. Вот так, благодаря таким росписям, можно наглядно рассказывать историю города. Весь проект интересен тем, что мы попадаем не только в историческую часть города, а вот стрит-арт, то есть, собственно, рисунки, которые нанесены в домах, они позволяют рассказать, раскрыть жизнь 50-х, 60-х годов, которая вот в тот момент сам квартал застраивался. Это наглядно помогает, да, вот в проведении? Да, потому что сейчас от той жизни не сохранилось ничего, только остались вот каменные стены домов, но на самом деле жизнь в этом квартале кардинально поменялась. Вот мы сейчас стоим здесь, напротив этой истории. Что здесь можно рассказать? Здесь история такая больше цветная, но она тоже завязана с черно-белыми сюжетами. Это голубятня в этом дворе и в соседнем дворе были, вот в том месте, где мы с вами стоим, и сейчас садик, располагались двухэтажные сарайки-дровяники. Здесь хранили хозяйственные вещи и дрова. То есть дома уже эти были? Насколько помним, они были на печном отоплении сначально, да? Нет, они были на центральном отоплении. А дровяные сараи для чего стояли? Это были кухонные печи, плиты, на которых готовили еду, потому что электричество было буквально по одной розетке в комнате. То есть отапливались дома уже центральным отоплением, но готовили при помощи? На плитах, в дровяных плитах. Кроме того, в ванных комнатах стояли водогрейные колонки. Собственно, горячая вода была тоже на... Собственного приготовления. Да. Когда-то пили вот эту водогрейную колонку. И вот на этих дровяниках на втором этаже были две надстройки. В этом дворе и в соседнем это были голубятни. Очень популярное развлечение там 50-х, 60-х, еще частично 70-х годов. Развлекались этим не только мальчики, дети, но и взрослые. И иметь голубей, которые там необычные раскраски, с каким-то красивым оперением. Гонять голубей, это вообще было такое очень увлекательное развлечение. И вот сюжет у нас как раз об этом. Сколько всего, во-первых, рисунков или домов задействовано под стрит-арт. Как вообще выбирались фотографии? Почему именно это изображалось? Какая привязка есть к каждому дому? Вообще, как экскурсия и сам проект завязан на дворовых историях. То есть на внутренней жизни двора. У нас сюжеты на шести домах. Здесь у нас есть изображение в цвете. Это вот такой современный, можно так сказать, жизнь города. Современный Северодвинск, кроме вот той картинки, около которой мы стоим. А черно-белые изображения, они как раз из фонтов музея. На основе этих фотографий, которые были у нас собраны в течение многих лет. И в основном здесь все сюжеты связаны с тем, что было во дворах. Как жили, что особенного было, что не сохранилось до нашего времени. Это первый опыт такой, да, музея, вот такого проекта. Есть ли какие-то наметки у директора, у кого-то других? Может, продолжение? Вообще идеи есть, потому что очень понравился сам формат. Понравился не только нам, понравился жителям квартала. Понравился, то есть они, если вначале были так настроены чуть-чуть скептически, то потом очень радовались. И некоторые подходили и спрашивали, почему же не на нашем доме нанесен какой-то определенный рисунок стрит-арт. Поэтому продолжение у нас есть, эта история. Мы думаем, что соседняя улица индустриальная, где очень такая хорошая картинка, трехэтажные дома, очень такая пешеходная улица, может из нее сделать тоже какой-то вот такой вот объект для художников. Это распространенная практика вообще в мире. Есть очень много разных исторических кварталов, там, не знаю, Таллинн, например, или другие европейские города, где в исторических стенках, и не очень-то они уже исторические, да, им там 50 лет, 60 лет, но носят росписи. Для чего это было сделано? Во-первых, в Северодвинске есть что рассказать, но почти нечего показать. И для музея появилась возможность визуализировать какие-то северодвинские истории. И часть из этих росписей – это перенесенные фотографии, черно-белые фотографии жителей этого района 50 лет назад. Вторая концепция – это дети открывают историю, да, приоткрывают страницы истории. Это детские рисунки, детские такие аватарки, которые как раз вот были перенесены юными художниками и художницами из детской художественной школы под руководством Екатерины Юруновой. И сюжеты, они все привязаны к этому месту. Например, вот есть дом, где нарисованы два больших футболиста, да, одна из самых крупных росписей. Почему? Потому что в этом дворе было футбольное поле, там гоняли в футбол 50 лет назад. И там вот до сих пор этот сквер, ну не сквер, а поле осталось. Пусть это и самый центр города, но на самом деле там много маргинальных личностей живет, да. Там какие-то брутальные алкоголики постоянно к нам подходили. То есть там действительно фасады и дома находятся в не лучшем состоянии некоторые, да. И жители домов жаловались об этом. Но большинство, на самом деле, благодарили и были рады. То есть и какой-то красоты добавить, и как раз обозначить проблему. Туда фасады надо ремонтировать. Пока не забыл вопрос, я видел в соцсетях, когда-то вот в прошлом месяце, возможно, критикуют, бывает, муралы, что вот уже полезла краска, да, на какой-то пятиэтажке в городе, на портовой, по-моему. Да. Вот как ты к этой критике относишься? То есть, по-моему, простояла очень долго эта картина? Или, может, тогда краски были хуже? Нет, краски были не хуже, но это был наш первый мурал. И краска слезла только в тех местах, где была нанесена, наверное, мастика, я не знаю точно название. То есть тот же самый материал, которым прокрывают швы. И швы, как правило, краска облазит на швах, потому что вот эта самая мастика, она просто не засыхает. Подлечили фасад. А то есть вы сделали реставрационные работы? Да, да, да. То есть первый мурал домой, он уже отреставрирован. И краска слезла на цоколи совы. Тут тоже заново все сделано. Ну, с совой понятно почему. Потому что тогда была, помнится, огромная шторма. Мы все загрунтовали. Сильный ветер, дождь смыл это все. Потом снова грунтовали. И, возможно, ну, влажность, бесконечная влажность и большое количество грунта. Бетон-контакт, кстати, очень дорогой грунт. Вот это привело к облеске цоколя. А на мурале домой, к сожалению, там просто часть панелей, они вот в этом материале. И краска на них, скорее всего, снова отвалится через какое-то время. Ну, это, надо сказать, не так критично на самом деле. То есть там процентов, может быть, 2-3-5 от общей поверхности за 4 года отвалилось. Мы это отремонтировали за 2 часа, надо сказать, все. И это снова живет. Уже свежий вид имеет, да? Работа у нас на хорошем уровне, но хочется теперь привозить и новых, других художников все круче и интереснее. И не только на детской тематике, не только на животных, грубо говоря, останавливаться, не только на природе. Шаг за шагом делать пространство интереснее и смотреть, как оно меняется. Потому что вот мы сейчас стоим в библиотеке, и благодаря этой росписи, например, вот здесь всю жизнь была пустырь, вот вокруг всегда здесь парковались машины незаконно. А теперь уже намечается газончик. Да, намечается газончик, появился заборчик. Конечно, он тоже далеко не самый идеальный, но это уже лучше, чем ничего. И я думаю, что, может быть, у меня найдется силы написать какой-то очередной проект, и, может быть, здесь делать какие-то малоархитектурные формы. Вот управляющая компания Спасибэй поставила скамеечку, теперь тут бабушки сидят, да, и так далее. То есть одна картинка... То есть картины толкает на изменения пространства вокруг. Это, получается, у нас вход во взрослое отделение библиотеки, да? Ну, мы видим, что оно не в том виде, что теперь детское отделение. Расскажи, какие появились планы по его изменению? Да, после того, как сборная команды Тайбулы преобразила фасад на детском отделе библиотеки «Кругозор», конечно же, захотелось, чтобы преобразился и взрослый отдел. Мы будем рады любым предложениям, любым фантазиям, потому что такие креативные люди, которые преображают наш город, я думаю, подскажут. По поводу читателей, да, маленьких, которые приходят к вам в библиотеку, как они, не знаю, смотрят, удивляются. Читатели очень положительно, позитивно отозвались. Библиотека стала очень яркой. Мы с удовольствием разместили фасад у нас в группе ВКонтакте, как для оформления группы. Конечно, там люди останавливаются, разглядывают, ищут фрагменты сказок, да, там множество же фрагментов. И вот это преображение фасада, оно сделало, как точка для отсчета, да, для дальнейшей работы. Получается, потому что жилищники, как вы видели, да, навезли землю, сделали дорожку. Есть еще задумки, да, вот как вот теперь рядышком будем, благораживая территорию. Главный вопрос, стало ли больше читателей? Конечно, стало больше читателей. К нам приходят новые мамочки, папочки, дети бегут, спрашивают книжки, которые изображены на фасаде. Вот, так что. Ну, вот здесь, да, что бы тебе лично хотелось видеть, кроме обшарпанных сегодня стен? Тоже какой-то арт-объект интересный, да, с такой задумкой, когда множество идей очень понравилось. Вот это вот попури, когда много сказок объединено. Что можно было встать, подумать, поразглядывать, да, поискать чего-то? Получается, помыслить, да, вспомнить какие-то сказки. Ну, вот у нас там сказочный, да, такой получился одеял. Тут вот, не знаю, как у взрослого, тоже, может быть, несколько... Детективы нужно. Да, может быть, детективы. Романы. Давай перейдем к городской части, материковой части Северодвинска. Там в этом году сколько работ появилось? Там появилась большая мозаичная роспись «Трудовая смена 2.0», я ее назвал, потому что изначально это называлось «Трудовая смена». Это ремейк Александра Менухова старой мозаики, которая была на бывшем первом училище. То есть он перерисовал рисунок и сделал его красками и стилизовал под мозаику. Это очень крутая такая работа, которая не особо заметна, потому что она на самом деле как будто вернулась с 50-летним перерывом, да, из прошлого. То есть она сделана в стилистике абсолютно старой монументальной советской школы, но очень в тему и очень прекрасно сделана. И еще у нас одна работа, это совместный проект с Всемирным фондом охраны дикой природы. Это наш «Северный олень». Это иллюстрация Алены Саламатиной, а переносил рисунок Илья Мартынов на Архангельском шоссе 63. То есть в том районе, где сова, через дом теперь появился еще на красном бордовом таком осеннем фоне олень. То есть в ВВФ мы, кстати, сделали 4 работы. Надо сказать, что помимо Северодвинска мы зацепили и Архангельск, пригласили художника Георгия Куриного из Краснодара. Потом в Наринмар летал Александр Менухов, делал там тоже работу экологического подтекста. И в Мурманск летал я, ну летал, перемещался, да. И Сергей Фомин из Иваново, с которым мы работали также вот в Северодвинске. Поэтому еще 4 больших работы, 4 пятиэтажки по Северо-Западу руками Тайба и приглашенного художника было сделано в этом году. Из рассказа Ильи я понял, что этот мурал отличается от всех остальных своей техникой, да, росписи. Здесь когда-то была мозаика непосредственно на этой стенке. Я немножко изменил композицию. Она была политически заряжена, сделана в советское время, соответственно, там были особые требования. Там был большой советский красный флаг на заднем плане, рабочие. Я убрал флаг и поместил эти краны корабельные, портовые. Всегда, когда едешь по проспекту Ленина в сторону завода, вот эти вот шеи крана видно, да, постоянно. Расскажи все-таки про технику. Раньше была эта мозаика, да, то есть тут она была выложена кусочками, да? Да, была выложена кусочками. Но интересный факт, что ее не выкладывали именно здесь, ее выкладывали в Москве, такими небольшими квадратами. Ну, я точно не помню сейчас размеры. А потом эти квадраты уже непосредственно монтировали на стенку. И мне кажется, даже из-за этого, возможно, увеличилось почти в два раза и увеличился вес. И поэтому пришлось впоследствии демонтировать, из-за того, что слишком большой вес был. Начала стена разрушаться. На эту работу у меня ушло больше времени, в два раза, чем обычно, потому что она такая кропотливая, требует вот эти все кусочки подбирать. Сколько кусочков здесь получается? Каждый обведенный кусочек, это как бы рука и кисть, да? Ну да, но я валиками рисовал, маленькими валиками, так быстрее было. Кистью еще дольше было. Так, ну, интересный момент из того, что здесь некоторые люди думали, что, особенно, когда вот мы с обеда подъезжали или на обед уезжали, когда не видно, что рисуем, а видно, что вышка поднимается, человек на ней поднимается, и две женщины подошли и говорят, зачем вы мозаику разбираете? То есть даже они подумали, что мы там демонтируем мозаику. Но вообще этот вид искусства, на самом деле, если к нему относиться никак, к такому, к советскому, это же всю Помпею, там, да, всю эту мозаику мы видим. В Риме видим мозаику, если кто в отпуск ездит, там, просто как на Кипре очень много на полу вот всей этой мозаики. То есть как вид искусства, он достаточно древний и который хорошо сохраняется. Поэтому вот я этой работой хотел тоже внимание обратить на наследие, то есть если его не проецирует что-то только советское, а как вид искусства, мозаика, ну, достаточно такой интересный, то, мне кажется, надо сохранять, особенно то, что осталось. Были отзывы насчет изменения композиции, да, и не совсем положительные. Как ты считаешь, имела ли ты право исказить работу автора, что ли? Ну, хотя, по сути, это как бы новая картина, да? Ну да, это мое отношение, это, в принципе, моя реплика, моя интерпретация этой картины. Я убрал всю политическую символику, советский флаг, ну, что там пара билетов у него будет, что-то еще там. Ну, вот такие моменты, ассоциации, которые намекали именно советскую власть на строительство коммунизма. Я оставил только тему рабочих. То есть здесь никакой пропаганды, по сути, не осталось, да? Ну да, то есть я изменил немножко форму и добавил детали. Вот эта шестеренка, она со старого герба, символа Свердвинска и чайка. Вот под книгой она тоже с этого герба. То есть, так или иначе, вот вмонтирована уже, ну, символика города. Не было ли мысли, вот, не краской рисовать, а попробовать соорудить что-то из кусочков, ну, вот, мозаику настоящую? Ну, это, не знаю, раз 10 дороже было. Я еще раз писал в Архангельске по Абрамову стенку на школе тоже. Это в этом году тоже, да? Да, да. Вообще мне нравится с темой истории, с темой памяти работать. Мне кажется, сейчас начнется. То есть в Архангельске мы уже искали место под роспись, и я могу сказать, что очень много домов, которые прямо вот... Просятся. Просятся, да, просятся. Торцы глухие, стрёмные, высоченные, 10-12-этажные, особенно по улице Дзержинского, по-моему, то есть так называемый вокзал привоза, привокзальный район, да, вот эта вот история. Туда, конечно, нужны хорошие муралисты, прям вот профессионалы своего дела. Мы пока не берем, своими силами больше пяти этажей мы не рисовали, но вот пообщавшись с Георгием Куриновым, да, звезда русского стрит-арта, и сейчас вот в Европе опять работает. И ему интересно бабахать там большие поверхности. У него есть в портфолио роспись 2 квадратных километра. Больше двух тысяч, поэтому я понимаю теперь, кого везти, как везти, и... В общем... В общем, Архангельск держись, да? Ну, не Архангельск держись, все-таки Северодвинск держись, Архангельск. Нет, в Архангельске ведь много своих художников, то есть я думаю, что там есть силы. Конечно, мы будем и там рисовать, но больше здесь хочется. И вот в городе уже появляются муралы, задуманные не энтузиастами из команды Тайбелы. Этот мурал выполнил северодвинский художник Илья Мартынов по инициативе администрации. Это фасад школы номер 11. Это Северодвинск в деталях. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, там мы выкладываем все наши материалы. И до встречи!